Заброшенный парк юбилейный. Каждый день здесь проходит много людей, которые через парк сокращают себе дорогу. И вот на одной из аллей, ну целый мемориальный комплекс, посвященный питомцу Изабелле. Мы не знаем, кошка это или собака. Прожила она короткую жизнь, но, судя по всему, успела стать любимицей семьи, раз уж ее похоронили с такими почестями. А это уже целый погост в ленточном барон. Здесь захоронено десятки кошек и собак, любимые игрушки, здесь же цветы и даже кресты. И, глядя на все это, невольно вспоминается роман Стивена Кинга «Кладбище домашних животных». Почти половину своей жизни Евгений прожил с карликовым пинчером Бертой. Берта заболела раком и покинула этот мир в возрасте 11 лет. Не мог привыкнуть к тому, что я, например, прихожу домой и никто меня не встречает, нет вот этих звуков никаких. Первое время казалось, что она где-то тут сейчас вот хоп и она выбежит. Нет. Но в любой момент Женя может дотронуться до Берты. Парень набил татуировку с портретом собаки. Кто-то ставит памятники в парке, в лесу. Я решил себе, на себе сделать памятник, так скажем. В церкви такое чрезмерно теплое отношение к питомцам не одобряют. Это грех, это, прямо говорим, это некое кощусство, это как бы пародия такая, да, на могилу людей. Крест стоит или надгробие. То вообще животное, оно безотносительно какой-то либо религии. То есть для нее это, для того или иного животного это совершенно не имеет значения. В администрации города памятники и могилки животных уже называют нарушением закона, за который предусмотрен штраф до 5000 рублей. Для захоронения биологических отходов действуют ветеринарно-санитарные правила, согласно которым утилизация и уничтожение биологических отходов предусмотрено тремя способами. Первое это сжигание крематора, второе это обезвреживание скотомогильников и третье в исключительных случаях захоронения. Но пока в Барнауле нет и не предвидится легального кладбища животных. А значит придется любимого питомца утилизировать как бытовой отход. И можно наткнуться на такую картину. Барнаульская ветклиника выкидывала трупы животных в ленточном бару. Хотя убитые горем люди передавали своих барсиков и шариков на кремацию. Чтоб уж наверняка можно самому отдать четвероногого в городской крематории. В здании даже отведен специальный колумбарий для кошек и собак. Кто-то забирает урну с прахом на память. Увековечить память оказывается можно и на виртуальном кладбище. Сыночек мой любимый умер от диабета. Мне очень плохо без тебя. Я верю и надеюсь, что ты меня встретишь на радужке. Бимка был питомцем моих родителей. Очень верный и преданный, ласковый звоночек. Погиб. Его загрызла большая собака ночью. Прости нас, Бимушка, не смогли тебя спасти. Вечная тебе память. В интернете есть сайт, на котором таким образом размещены 11 тысяч животных. Хозяева выбирают питомцам памятники, оставляют на виртуальных могилках подарки. Колбаски, игрушки. Пишут добрые слова. Конечно, хочется, чтобы все наши питомцы после смерти отправлялись в кошачий, собачий, хомячковый рай. И, наверное, даже главное, не как вы похоронили своего питомца, а как вы относились к нему при жизни. Ирина Корчегина, Андрей Печуркин, Александр Антропов. День с толком.